Привет, девчонки! Итак, сегодня мы поговорим об автозагаре от Lumine и о солнцезащитных средствах. Автозагаром я пользовалась, наверное, последний раз лет 5 назад, а то и больше. У меня был очень неудачный опыт, я не умею чему-то, так скажем, наносила. Оставались следы, желтый оттенок мне не нравился, потом руки вот здесь, все ладошки желтые, вот здесь вот разводы. В общем, я не знаю, мне это все очень не нравилось. Чисто лицо мазать я тоже не любила, потому что все равно приходилось и шею мазать, и потом на шее какие-то разводы. В общем, какие-то у меня неудачные были опыты, и затем я перешла на солярий. Сейчас я не пользуюсь вообще солярием, но решила опять попробовать воспользоваться автозагаром. И на этот раз я приобрела вот такой вот автозагар от фирмы Lumine. Это крем для лица, а это для всего тела. И начну я, наверное, с крема для лица. Вообще у меня это в оттенке Easy Tan. По-моему, скорее всего, там, наверное, есть еще более темные, но я пока еще не заходила в магазин, не смотрела. Это достаточно светлый оттенок. Если вы такая вот беляночка, то на вас он будет очень даже заметен. Поначалу, когда я была немножко подзагоревшая, я не увидела никакой разницы между тем, какая я была и после использования. Но потом, вот сейчас я посветлее уже стала, и вот я намазалась автозагаром, и уже разницу я увидела, что на самом деле все-таки что-то есть. Очень удобный при нанесении такой вот крем для лица. Также я на шею мажу его. Он прозрачный, по-моему. Ой, не прозрачный, он белого цвета. Но, то есть, когда вы наносите на лицо, не видно, где вы нанесли. Но, в принципе, я достаточно аккуратно наносила, чувствуя свое лицо, где я нанесла, где нет. Может быть, где-то равномерно, где-то не очень. Но, тем не менее, у меня не было никаких разводов, совершенно никаких. Я все очень аккуратно нанесла. Никакого желтого подтона. Слабый запах автозагара или солярия, да, можно сказать, в принципе, в этих обоих средствах. Он не настолько ярко выражен, но все-таки есть. И, наверное, по истечению часа-двух немножко запах усиливается. Но к утру, если вы на ночь наносите, он, в принципе, уже не такой сильный. Не знаю, спать можно спокойно, не раздражает. Нет такого, что очень сильный запах настолько, что вы не можете даже спать в постели. Классный крем. Мне он очень понравился. Но, опять-таки, если вы новичок, не знаю, будет ли вам удобно, что он прозрачный. Но, тем не менее, я, можно сказать, тоже новичок, и у меня все получилось. Я нанесла аккуратно, без каких-либо разводов, все замечательно впиталось. И, наверное, я спать легла, ну, где-то через полчаса после того, как нанесла, и ничего не случилось. Подушка моя не испачкалась. Вот. Далее вот такой вот мусс, он для всего тела. Здесь такая вот помпочка. И выдавливается такой же белый мусс. Предварительно я немножко встряхиваю, чтобы там все перемешалось. Вот. Он тоже в оттенке Изи Тан. Наносим на отскрабированную уже кожу. На все тело я наносила полностью. Даже на спину я просила, мне наносили. Опять же, никаких разводов. У меня все замечательно впиталось. Буквально минут через 10 у меня уже все-все впиталось. И никакого ощущения, что вы намазались автозагаром, не было. Сначала запаха не было. Автозагар, но постепенно он немножко усиливался. Но, опять-таки, не настолько сильно, как я уже говорила. Вот. Очень хороший автозагар. Никаких разводов. После сна ничего. Я не спала ни в каком-то специальном белье. Ни в пижаме, чтобы ничего у меня не пачкалась в постель. На постели ничего не осталось. Как была белая, так и осталось. Никаких разводов. На мне никаких разводов. На руках вот здесь ничего нет. Я аккуратненько все нанесла. Руки, конечно, смыла. После первого использования у меня совсем-совсем немножко на вот этих вот местах был желтоватый такой оттеночек. Но когда я в следующий раз уже использовала, то я очень хорошо промыла руки. А вот эту вот верхнюю часть, чтобы она не очень сильно отличалась, например, от руки, я просто между собой вот так вот немножко потерла их, можно сказать. И рука приобрела такой немножко загоревший вид. Но без каких-либо разводов. Но и опять же, если вы намазались уже автозагаром, то, конечно, никакого соприкосновения с водой у вас не должно быть. Чтобы ничего, не дай бог, у вас нигде не потекло. Если будет вода, то все, начнутся какие-то разводы. Так что, в принципе, я могу советовать вот этот автозагар для новичков. Потому что очень просто в использовании. А тем более вот с этим оттенком Изи, Изи Тан. Он практически такой легенький-легенький золотистый оттенок. Я думаю, что никаких проблем не будет. Никаких разводов. Очень хорошо используется. Написано, что он проявляется через 12 часов. По-моему, он гораздо быстрее проявился. Через 12 часов. Так что попробуйте. На самом деле, очень достойные вещички. Далее я перехожу к средствам от Солнца. И начну с моего любимого средства. Это от Клиник. Это он с SPF 30 UVA UVB лучи. Мне очень нравится этот крем. Достаточно плотный. Лицо не сгорает совершенно. Не знаю, у меня еще с ним не было никаких проблем. Мне он очень-очень нравится. Я им пользуюсь. Закончится я еще один куплю. Мне нравится, как он ложится на лицо. Конечно, может быть немножко плотноватый. Но мне нравится. Потому что у него без запаха особо. Особо никакого нет. Практически без запаха совершенно. Так что клевый такой крем. Единственное, что он плотненький. Да, он немножко тяжело разносится по лицу. Далее такая защита немецкая. Немецкая фирма. С SPF 30 тоже. Я не знаю, как правильно читается. Бёбчин. Не знаю, как правильно прочитать по-немецки. С витамином Е и провитамином В5. Я себе мажу им только плечи. Потому что, знаете, плечи и нос я мажу клиниковским средством. Плечи быстрее всего у нас обгорают. Потому что они у нас всегда вот так вот открытые находятся. Ближе к солнцу. И это средство действительно помогает. На плечики мажу. Он тоже очень такой плотненький. Без какого-либо запаха. Хорошо разносится. Мне нравится. Он водостойкий. Мгновенная защита с первой минуты. Влажняет. Да, очень хорошо, кстати, увлажняет. Вот самое, что интересно, что здесь написано, что он без профинового масла. Так что, если у кого есть возможность, посмотрите. Вот эта вот немецкая защита от солнца. Очень-очень хорошая. Надеюсь, что на камере видно. Если не видно, то я внизу оставлю название всех продуктов, которые я буду сегодня показывать. Вот. Ну и мы по понижающей так пойдем. Следующее мое любимое средство. Это от Гарнир. Но не это. Дело в том, что я немножко сглупила и купила вот такой вот спрей. Я не люблю спреи от Гарнир. Я, в принципе, не люблю спреи от солнца. Потому что это все вот... Руки становятся вот эти маслянистые, все в воде. Мне сложно нажать. Вот это вот. Он распыляется. Не дай бог на море еще там ветер. То это все никуда уходит. Я люблю молочко. Но суть, наверное, одна. Я люблю фирму Гарнир. Это у меня SPF 20. Водостойкая, средняя защита. UV, UV, BLU, CHI. 100% нежирно написано. В два раза более устойчив к воде. Конечно, я его доиспользую. Но попутно, параллельно, я сейчас еще куплю молочко. У меня оно просто закончилось, поэтому не могу вам показать. Уже его выбросила. Я очень люблю молочко от Гарнира. Также 20 защиту беру всегда. И дело в том, что у меня был один такой случай, когда я очень сильно обгорела. Очень сильно. И, ну, прям вообще просто не могла ни спать, ни ходить, ничего. У меня очень сильно вся обгоревшая была кожа. Ничего не помогало. И я просто намазалась вот этим вот молочком водостойким SPF 20 от Гарнир. И он действительно как-то увлажнил кожу. Снимает покраснение, снимает раздражение. И кожа реально успокаивается, на самом деле. Может быть, за счет того, что вот это именно молочко, а не вот эта вот водичка. Они, наверное, по составу немножко разные. И молочко как-то смягчает кожу. И мне очень-очень нравится. Поэтому молочко должно быть у меня всегда от Гарнир. Вот, распылители, опять же, повторюсь, я не люблю. И перейдем к маслу для тела. Я перепробовала, в принципе, очень много различных масел. И пока что моим любимым маслом остается Kavine Tropic Protective Dry Spray Oil SPF 20. Средняя защита. Как видите, масло, но тем не менее, оно с защитой. Здесь 200 мл. Я очень люблю это масло. Оно даже не знаю, с каким-то цветочным таким запахом легеньким. Но совершенно такой, знаете, ненавязчивый такой запах. Здесь хороший распылитель. Масло такое, знаете, что у вас нет ощущения, что вот вы все такие в масле. И руки у вас в масле. Вот оно немножко впитывается в кожу. И поэтому нет ощущения, что вы такая вот, как на сковородке, я не знаю, вся в масле такая вот лежите. Мне это масло очень-очень нравится. С ним тоже у меня не было никаких проблем. Также у них есть средства для защиты от солнца. Но я их еще не пробовала. Пока что я остановилась на масле. Масло мне очень-очень-очень нравится. А средства защиты я не пробовала, потому что в последний раз, когда я ходила и выбирала вот такие вот всякие штучки, мне не понравился запах. Какой-то там очень такой навязчивый и неприятный запах был. Поэтому я опять купила масло и остановилась на этом. Опять повторюсь, что для новичков советую попробовать вот эти вот средства от Lumine, автозагар. У кого нету солнца, так как, как и у нас, можно сказать, то оно есть, то его нету. Лето такое не очень хорошее, мягко говоря. Поэтому автозагар здесь, конечно, нас спасает. В солярии все-таки лучше не ходить. Сегодня это все. Всем большое спасибо за внимание, просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok